Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Американцы объявили санкции против Китая. Китайцы возмущаются от отсутствия какой бы то ни было аргументации. Как это сработает? Тогда получается, что Китай еще плотнее будет сотрудничать с Россией, еще больше развернется в сторону Москвы, а американцам надо нас разъединить. В чем тогда смысл? Американская политика не является безупречной, но этот вопрос актуален все последние 30 лет. Потому что все эти 30 лет американцы говорят, что союз России и Китай – это плохо, все 30 лет давят и на Россию, и на Китай, что на самом деле подталкивает Россию и Китай друг к другу. Это один из внутренних, как говорят философы, имманентно присущих недостатков американской внешней политики, которая в целом достаточно эффективна, но какие-то вещи ей не дает делать американский гонор. Они считают, что все равно надо давить на всех. Это у них такой пунктик, что называется «собственные тараканы в их американской голове, мы самые сильные, уступать должны нам, мы уступать никому не будем». Я думаю, что они на этом спотыкаются уже сейчас, а в итоге споткнутся так, что всю морду себе и разобьют о ступеньки. Но в данном случае они рассуждают просто. Россию он давит по одному направлению, Китай – по другому. Рано или поздно кто-нибудь сломается, поплывет или что-нибудь в этом роде будет сделано. А главное – давление должно быть постоянным. Это как с санкциями, связанными с поправкой Джексона Венника. Ужас Советского Союза не было, все евреи уже уехали, кто хотел уехать, и многие вернулись, а поправка все действует. Почему? Потому что им нужен инструментарий давления. А инструментарий подозревает набор поводов, и поэтому они никогда не снимают обвинений, они могут просто перейти к другому. Они могут перестать пользоваться какими-то инструментами на время, откладывают в сторону, чтобы потом взять опять. В этом системная сила американской внешней политики. Да, с точки зрения морали и нравственности это выглядит нечестно и даже местами омерзительно, но они считают, что это можно делать и делают. Эта последовательность помогает им выполнять целый ряд задач. Не уверен, что надо действовать так же подло, как они, но так же последовательно надо действовать. Потому что иначе ваши слова повисают в воздухе. Когда мы говорим, 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 а последствий никаких, то это обесценивает слова, и им никто не верит. Давайте начнем разбираться с самого простого и очевидного факта – американцы живут в долг, те тратят больше, чем зарабатывают. В экономике есть специальный термин, которым описывается такой случай – дефицит торгового баланса. У США этот параметр недавно приблизился к рекорду за всю историю – минус 1 триллион долларов. Это означает, что американцы покупают у других стран на 1 триллион долларов в год больше, чем продают им сами. Это большая сумма, и если бы у американцев не было такой возможности, в их экономике и внешней политике произошли серьезные потрясения. Достаточно привести цифру бюджета США 858 миллиардов долларов, и тогда становится понятно, что американцам пришлось бы закрывать свои базы за рубежом и сокращать, если бы не этот лишний триллион. Теперь давайте поговорим о том, где и как именно США берут лишний триллион в год. Все бы хотели тратить больше, чем зарабатывают, если бы за это ничего не было. Но в реальности такое возможно только в том случае, если берешь эти деньги в долг. Либо, как в случае США, есть еще одна возможность, пользуясь статусом доллара, они еще могут напечатать деньги из воздуха. И печатают они даже больше, чем занимают, там речь уже про несколько триллионов, и достаточно привести цифру напечатанных долларов за последние пару лет – почти 6 триллионов долларов. Еще 2-5 триллиона было напечатано в ЕС. Если бы власти США не могли печатать доллары и раздавать их своему населению, экономика США рухнула бы еще в 2020 году и даже раньше, в 2008, когда в Штатах разразился кризис, который тогда залили деньгами. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Расскажу новости, которые волнуют иностранных журналистов. Представители вьетнамского издания написали о большом общественном резонансе из-за действий Владимира Путина на замашке со стороны Нидерландов. Уже ни для кого не секрет, что отношения между Россией и западными странами стремительно ухудшаются. И к активным нашей страны относятся Нидерланды, которые вдруг стали проявлять сильное рвение с Российской Федерацией. Премьер, министр Мар Рюти, к примеру, заявил, что необходимо делать все возможное, чтобы сдерживать. И вот уже в новостях появилась новость, что Амстердам готов выставить вблизи границ России, а именно в Литве, американскую. И, конечно, Россия уже устала молча сносить все эти наглые выпады. Никто уже не собирается терпеть подобные демонстрации. И вот последовала ответка, которая многие страны поразила. Об этом рассказали в издании САХА. В ответ на все Владимир Путин подписал указ, который внес смуту в сельскохозяйственный сектор мирового масштаба. Согласно такого постановления, Москва конфисковала у Нидерландов активы компании Агротера. Теперь правительство России забрало все активы в свое владение и под свой контроль. На минуточку, это предполагает целые сотни тысяч гектар сельскохозяйственных территорий в России. Как оказалось, все это добро принадлежало холдингу, который находится в Нидерландах, а вот его штаб-квартира в Нью-Йорке. То есть, фактически своим указом Путин сразу убрал двух зайцев. Продемонстрировал ответ не только Европе, но и Америке. Представители издания САХА полагают, что Российская Федерация намеренно выбрала именно такую организацию. И ведь указ был подписан в то самое время, когда правительство Нидерландов начало активно демонстрировать свое ФИ России. И только после этого президент РФ решил проучить неблагодарных бывших партнеров. А Агротера действительно колоссальная компания. Она входит в двадцатку самых крупных владельцев сельскохозяйственных земель на территории России. На этих огромных территориях выращивают рапс, пшеницу, сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, сою. В эту компанию входит хозяйство в Липецкой, Орловской, Пензенской, Курской, Тамбовской и Рязанской областей. Предприятию принадлежит целая масса техники и элеваторов. Огромные оросительные системы покрывают более трех-шесть тысяч гектар земель. И вот это вот все больше не принадлежит Нидерландам. И это весьма большой удар по экономике такой маленькой страны. И такая новость очень всколыхнула мировую общественность. Еще со времен Советского Союза Европа привыкла сыто жить за счет наших дешевых ресурсов. СССР поставлял, можно сказать, по бросовым ценам, довольным европейцам нефть, газ, металл, древесину и многое другое. Европейская промышленность процветала, страны богатели. В общем, европейцы сыто ели и сладко спали. С распадом Союза ничего не изменилось. Ельцин, идя на поводу американцев и в угоду Европе, продолжал ты уже политику, то есть Запад по-прежнему получал от нас дешевое сырье. Нас Запад обкладывал санкциями еще в советские времена. Ничего не изменилось и после 90-х, тем не менее они требовали бесперебойной поставки дешевых российских ресурсов. И получали их. Но когда-то всему наступает конец или, если сказать по-другому, всему есть предел. Я не буду описывать все те события, которые привели к тому, что российский живительный источник для Запада был закрыт. Кстати, они же сами очень хотели избавиться от российской зависимости, не дать нам заработать, от чего-то нас изолировать. В общем, халява закончилась. Дешевого сырья, которое было основой европейской промышленности, больше не будет, соответственно, богатеть за наш счет уже не получится. Запад обложил целой кучей пакетов с санкциями, но кое-что хитрые еврочиновники все же забыли включить. В частности, без их внимания остался экспорт древесины и пиломатериалов из России. Тут уже Россия возмутилась, дескать, раз уж вы решили избавиться от всего российского, то надо идти до конца. В результате Москва всего лишь увеличила пошлину на наш лес до 80% и оставила из всех для вывоза леса всего два. Сразу же начались крики, мольбы и даже угрозы со стороны С. Чиновники посчитали и поняли, что с такими пошлинами их деревообрабатывающие компании окажутся на грани банкротства. Канада и Штаты бегут союзникам на помощь, тем более, что у канадцев самих лес горит, соответственно, древесина дорожает. Конечная стоимость продукции тоже растет, да так, что средний европеец уже не может позволить себе купить что-то из, например, красного дерева. Фабрики начинают закрываться, работники оказываются на улице. То есть грядут протесты и беспорядки. И Европа стала нам говорить нам о штрафами за несоблюдение норм Всемирная торговая организация, согласно им, пошлина не может превышать. Когда-то Россия долгих 18 лет пыталась стать членом Всемирной торговой организации. Наконец, в 2012-м ее приняли в организацию, пообещав кучу преимуществ. Если все эти пункты рассмотреть с точки зрения сегодняшней обстановки вокруг нас, понятно, что ничего из вышеперечисленного не работает.